Конец рабочего дня и люди торопятся в торговые центры прикупить необходимые продукты. Многие едут с детьми. У Светланы Красновой на заднем сиденье тоже маленький пассажир, 7-летний сын. Мальчик находится в специальном удерживающем устройстве. Все по правилам. Ваш ребенок всегда ездит в кресло? Всегда ездит в кресло. Он это сам насколько понимает? Ты насколько понимаешь это? На 5. Но не все понимают, это также отлично. И ладно дети, взрослые, которые несут за своих малышей ответственность, бросают вызов судьбе, находя разные причины отсутствия удерживающих устройств. Кресло есть вообще? Конечно есть. Просто не поместится, поэтому не взял кресло. Не помещается в машину? Да. Потому что сзади там еще маленький ребенок, она лежащая. Но стоит только представить, что может произойти во время столкновения двух машин, которые двигаются со скоростью всего 50 км в час, когда непристегнутого ребенка бросают на лобовую панель. Кроме того, ребенок, пристегнутый обычным ремнем безопасности, также травмируется. Рассчитанная на взрослого конструкция ремня запросто способна сломать шейные позвонки малыша. Сотрудники ГИБДД не раз выезжали на ДТП и своими глазами видели подобные случаи. Именно поэтому они стараются предупредить аварии. И в последнее время нарушителей стало значительно меньше. Сегодня мы работали, наверное, часа полтора. За это время мы привлекли к административной ответственности всего четырех водителей. В основном, да, действительно, родители подходят серьезно к данному направлению, не нарушают и берегут своих детишек, перевозят в удерживающих устройствах. Но даже таким ответственным водителям, как наша героиня Светлана, инспекторы ГИБДД терпеливо напоминают о правилах перевозки и вручают памятку, которую дома можно будет изучить всей семьей. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.